В первый раз подняться в горы, все равно, что пойти в первый раз в первый класс. Оператор-постановщик нашей телекомпании ОТС Александр Ведерников в этом году впервые с четырех камер снимал бессмертный полк в горах Алтая. Это шествие, во время которого альпинисты поднимают портреты героев Великой Отечественной войны на высоту. Наша телекомпания традиционно снимает этот проект, но впервые так масштабно, из неба, из земли, почти малой передвижной станции. О том, каково это, работать на трех тысячах метрах над уровнем моря, я поделюсь в следующем сюжете, потому что тоже работала в команде на высоте. Задача оператора – выйти из базового лагеря за час до старта основного шествия, чтобы настроить технику и определить точки съемок. Одиноко и немного волнительно. А после надо встретить в видоискателях камер больше сотни альпинистов. Они идут на юбилейные, десятые восхождения бессмертного полка. Дети и взрослые, спортсмены и ветераны – все в одном строю. И важно запечатлеть эмоции. Здесь очень большая нагрузка, набор высоты, перегрузки, организм, что-то у меня не очень. Ну, в принципе, дошел нормально. Хорошо, что у нас есть маленькие камеры, которые вот это. Большой камерой я бы тут, наверное, вообще не дошел бы, очень трудно. Трудности заключались в том, что все идут в каком-то темпе, отдыхают и опять идут. Ты должен поснимать их навстречу. В это время вся команда уходит. Ты должен подняться, оббежать их каким-то образом вперед. И потом опять навстречу. Потом вместе с ними идешь. Не раз пришлось нашей команде возвращаться и нагонять строй. И успевать записывать интервью во время восхождения. Я несу своих прадедов, так как я считаю, что это достаточно те люди, которые дали нам жизнь, которые дали нам будущее. Потому что именно они, благодаря своей отваге и мужеству, дали нам жить. Дали нам голубое небо над нашим землей. И дали нам то, что мы сейчас имеем. Я достаточно им очень сильно благодарна и жалко, что не смогла их застать в свои годы жизни. Но хочу сказать тем, что я сейчас поднимаю эти портреты на перевал Учитель. Хочу им доказать то, что я очень горжусь своими прадедами. Я несу портрет своего прадедушки, Терешника Григория Леонтьевича. На войне он был связистом, совершил подвиг. На передовой он голыми руками соединял оголенные провода. За что он был награжден орденом Красной Звезды. Всю войну он прошел до конца и вернулся домой живым и невредимым. Я горжусь, что я несу сегодня его портрет. В стране акцию «Бессмертный полк» перевели в онлайн-формат в 2022 году. Альпинисты же ни на год не прерывали шествие. В этом году юбилей. И ради этого создали особую символику. В этом году нашей акции «Бессмертный полк на высоте» исполнилось 10 лет. И Федерация альпинизма и скалолазания Новосибирской области выпустила такой знак, который мы будем теперь выпускать каждому году. На нем изображена сама эмблема Федерации, название акции, место проведения долины Акт-Ру. Визитная карточка долины, массив «Караташ» и улетающая в небо белый журавль – символ душ погибших наших воинов. Оператор Александр Ведерников бережно принимает на руку квадрокоптер после съемок. Одно неверное движение, и можно потерять дорогостоящую технику. С набором высоты в горах разные потоки воздуха. И необходимо учитывать все – ветер, влажность, видеоизображение, что попало в камеру. Когда сюда приехали позавчера, шел дождь, я думал, улет, это невозможно. Сейчас погода, что вчера, что сегодня, вроде не подгорели, но не знаю, завтра я узнаю об этом только, наверное. Ветер маленький, пришлось, то есть хорошо, что я еще взял коптер, да, запускал коптер, ветер маленький, обычно тут такое редко говорят, из коптера поснимал, коптером тоже очень сложно снимать, это горы, нужно постоянно контролировать высоту, задник. Бессмертный полк состоялся. Все альпинисты спустились в базовый лагерь, живые, здоровые, полные энтузиазма. Ну а наша съемочная группа, вдохновившись красотой гор и уникальными условиями работы, мечтает вернуться в ущелье Акт-Ру не раз. Светлана Антимонова, Александр Редерников, ОТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...